Друзья, всем привет! Я сижу, жду Юру, он хочет со мной пойти в больницу. Я за эти два дня довольно так нормально похудела, на самом деле, не знаю, как там видно на камере или нет. Я сейчас у нас уже без 15.04, и на всякий случай я ничего не ела со вчерашнего вечера. И вчера я целый день не ела, только один раз вечером поела. Я знаю, что это неправильно, так нельзя, но вчера как-то мне не хотелось, а сегодня я на всякий случай вдруг там УЗИ, я читала и непонятно. Некоторые пишут, что нужно есть, некоторые пишут, что ну типа можно, некоторые пишут, что нельзя. Короче, я решила не поесть, на всякий случай. После похода к врачу я, конечно, сразу же, когда мы освободимся, уже узнаем, что к чему, конечно же, или зайдем куда-то поедим, или домой приду, бульон сварю, у меня есть мяско на бульон, домашняя курочка, или же что-то приготовлю, придумаю. Не знаю, мне как-то так вчера, я вчера заснула, приехала от мамы, но очень рано заснула. Сегодня очень рано также проснулась. В 6 часов утра, даже в половину шестого, я уже спать вообще не хотела, как огурчик проснулась, но решила еще поваляться, понятное дело. Очень любопытно, что скажут, вот серьезно. Я, конечно, подозреваю, что это, но буду держать вас в курсе, сама тоже знаю. Мне кажется, что могут сказать ничего серьезного. И могут не отправить на УЗИ, могут просто пощупать и все. Но хотелось бы, конечно, уже полностью весь комплекс сделать. Я без мата не смогу. Ребята, всем привет. Мы идем с поликлиники, и, короче, ничего не получилось. Что и следовало ожидать. Да. Короче, прикол в том, что я записалась к терапевту. Я пришла вовремя к терапевту, она меня пощупала, сказала, что, ну, у нас сейчас висит система, направление мы вам к чару руку дать не можем. Вы так можете к нему пойти посидеть в очереди, типа, но он может не принять. Потому что вот вчера была бабушка в плохом состоянии, и он ее не принял. Так что и меня тоже может не принять. Знаете, как ты так звучала, типа, понравишься, не понравишься, так и сказала. Может, и девочка молоденькая так тебя и примет. Вы понимаете, это вообще к чему? Ну, вообще прекрасно. Я вообще, я в шоке. Ну, висит ваша система. Ну, вернитесь на время к старым бланкам. Сейчас, подожди. Я говорю, напишите, пожалуйста, от себя с подписью, что вы вот, да, меня, ну, как бы, надо мной стоите и меня отправляете. Вот, в свой кабинет, имя, фамилия врача, да, кто меня отправляет. В итоге мы пришли все-таки к хирургу без направления, сели в очереди. Очередь час, чуть больше часа мы сидели. Ни на одного человека не сдвинулось. Хирурга или просто нет, понимаете? Потому что у хирурга с пяти часов начинается время, как оно называется? По записи. Ну, электронные записи через Хелси. Да, то есть в это время он уже в живую очередь никакую принимать не будет. И мы сидим, он там ждет, как человека держит до последнего, что когда наступит пять часов, и все. Дальше уже все, кто сидят, бесполезно. И теперь Карина посмотрела, когда в следующий раз можно к нему записаться, в этой хваленой суперсистеме. Второго числа. Сегодня у нас 23-е. 23-е, по-моему. Да. Да, да. То есть 10 дней. 10 дней ей ходить вот с этой проблемой, которая непонятно будет, хуже или лучше. Но реформа, что тут, семейный доктор. Вот скажите, где реформа? Где вообще эта вся реформа? Ребята, короче мне, терапевт мне сказала, говорит мне, ну когда будет обострение, я говорю, вы понимаете, что я 4 дня просто по записи на Хелси записалась, это нельзя так взять, вот на сегодня записаться. Было свободное время, спустя определенное время, вот я записалась, прошло 4 дня, у меня немножечко начала проходить эта боль. Я говорю, ну как бы сейчас, если бы мне вчера давили, было бы больнее. Ну колит мне, ну я чувствую, что там внутри что-то есть. И оно что-то вот тянет, мешает. Она говорит, ну когда начнется обострение, так вы в эту скорую позвоните, позвоните в скорую, и вас потом отвезут к хирургу, который будет дежурный, и там уже посмотрят, что с вами делать, или резать, или расскажут, что там принимают. Да, в БСП отвезут еще пусть, сами пусть едут в свое БСП голову себе отрезать, умники. Короче, мы очень расстроены, и я фыркнула, сказала, что я лучше в платную пойду, и все. Не, ну так все оно для этого сделано. Просто, ну вот мы убедились, что даже вот просто на простой осмотр попасть, нужно тратить какую-то кучу-кучу времени, сидеть в очередях, в итоге ничего не происходит, потом надо это все переносить на какой-то срок. А времени как будто на это много есть, особенно терпений. Мальчик сидит, парень сидит, у него нога кровоточит, перевязана, и неизвестно вообще попадет ли он, потому что там женщина начала уже возмущаться, что тут уже по записи начинают ходить, что мы будем вдвоем в кабинет заходить. Народ вот так вот и будет возмущаться, зато у нас была великая реформаторша, которая где-то делась, и у нас теперь реформа, что даже в врачу нормально не попадешь, как и раньше. Что изменилось, что люди, что, скажите, что изменилось. В итоге сейчас мы будем прозванивать, искать какую-то частную больницу, тратить на это деньги, потому что иначе это никак с места не сдвинуть. И все, и как было 10 лет, 5 лет назад, так и осталось. Я же понимаете, я почему сюда пошла? Я могла сразу не выпойти, это примерно, ну, 4 тысячи бы ушло сразу за там УЗИ, просмотры, осмотры. Но мы же пошли сюда, теперь же все по электронному, у нас же реформы прошли медицинские, потому что теперь все по-новому началось, понимаете, все, все должно быть просто, клац, 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 и все, мы вот флюорографию сделали. Вообще непонятно, где результаты смотреть. Да, то есть если о них плохих результатов нет, значит их не надо присылать, то есть додумывайте сами. Девочки мне писали по поводу карт, картка, короче, 24, скачать приложение, там вот будут все, ну, все анализы, все, нифига, девочки, это не работает, я спросила вот терапевта, ничего не работает, никакие левые приложения, вот это у них система есть, которая висит, и все. То есть даже сейчас они не могут посмотреть вообще все мои данные. Я говорю, давайте, у меня есть картка старая, понимаете, я просто не хочу ее светить, у меня она с детства, с рождения. Там все мои прививки написаны, все мои вот эти вот данные с рождения самого. Я не хочу ее тащить в поликлинику, потому что один раз ее, ну, тупо потеряли врачи, мы очень долго поднимали кипиш, родители мои, все-таки ее нашли, вот, там реально важная информация, я там знаю, что мне какие прививки делали, что мне можно, что нельзя, ну, короче, бред полнейший. Друзья, я получила плойку еще сегодня, вот, у меня вот такие волосы получились, африканские немножко, ну, лайт вариант такой, знаете, волна, просто как после косичек, да, девчонки писали, на то, наверное, дольше буду держаться, то стул скрипит за не я. Ну, что я вам скажу, записалась я к врачу завтра на 7 часов утра, виву, да, решила я там сделать сразу комплекс, анализы тоже, кровь сдам, все такое. Вот, вы поняли, да, уже, что если ты хочешь как-то за собой смотреть, как-то ходить к врачам, да, если не дай бог что, нужно работать для того, чтобы были деньги, то есть, так просто в поликлинику, если там зум болит, или, не знаю, просто провериться, это нужно потратить несколько дней, как минимум, отпрашиваться с работы или просто вот с утра до вечера ходить по больничкам с этими бумажками. Вивия, конечно же, это не реклама вивы, я туда ходила неоднократно, потому что все время не попадала, вот, у меня как-то не получалось попадать в поликлинику, или я приду, очередь огромная, а у меня нет времени сидеть, или еще что-то. Пришел, записали сразу, моментально, анализы сдал, тебе все напечатали, даже не рукой написали, напечатали, в печатном виде выдали на руки, у тебя все есть. Вот мы сдавали с Юрой флюорографию, мы даже не знаем, какие результаты. Я у нее спрашиваю, она говорит, у нас система висит, мы не можем ничего сказать, но если, типа, там все хорошо, мы вам не звонили. Ладно, проехали, ребят, я сижу, монтирую, сейчас пойду ужин сделаю, и хочу немножко на столе подкладывать, все будет хорошо, я очень надеюсь, что все будет хорошо. У меня уже меньше болит, ну, как бы, нормально, но УЗИ, на УЗИ я обязательно схожу, я еще УЗИ почек взяла, на всякий случай, знаете, в комплексе там заказала, и все, позвонила, и записалась вон, и кровь там тоже, потому что мне каждый раз разный резус ставят почему-то, я не знаю, то первая отрицательная, то первая положительная, то, да, только с первой они игрались, то есть они мне говорили всегда разное, или положительное, или отрицательное, вообще неизвестно. А теперь не рекламная пауза на фоне любимого ковролина, пустые баночки, что у меня закончилось, закончился кондиционер для белья, понравился, хочу повторить, очень приятный аромат, ставлю по 10-балльной системе, пусть будет 9-ка, вот, еще бы насыщение аромата, было бы вообще замечательно. Невея шампунь 2 в 1, экспресс-уход, здесь нет 2 в 1, это обычный шампунь, как по ощущениям моим, мне он понравился, хорошо очищает волосы, да, Евка, но я бы не повторила, можно что-то новое, интересное попробовать, да, Евка. Следующая, Невея, крем-уход абрикос, вкусный, ароматный гель для душа, но со временем он как-то начал странно пахнуть, в принципе, мы еще каким-то пользовались, поэтому мы его до конца полностью не добили, он долго стоял, возможно, просто подпортился, ну, а так вообще, вот, как только открываешь новую упаковку, наносишь на тело, не сушит кожу, нравится аромат и кожа очень нежная, приятная на ощупь. И еще, мне девчонки писали, что вот эта вот серия о доктор Санты с кокосом очень сильно пересушивает волосы, сейчас я активно начала использовать эти продукты, могу сказать, что они мне подошли, реально подошли, мне очень нравится, как мои волосы вот на ощупь, тут, конечно, есть, мне кажется, силиконы, поэтому мне это ощущение нравится, но учитывайте, что, возможно, ваши волосы будут пересушены после этих продуктов, поэтому здесь уже кому как, мне честно понравился, там еще спрейчик есть такой, ну, брызгалка специально на кончике волос, бальзамчик наношу как маску, немножко дольше держу, чем указано, как раз для сухих и ломких волос, ну, вот, девчонки, да, в инстаграме много девочек, кстати, ну, не так, немало, больше пяти девчонок написали, что сильно пересушены волосы после этих продуктов, ну, а мне норм. Я всех крепко обнимаю, не болейте, не скучайте, всем пока.